Здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре видеорегистратор с двумя камерами от компании Daocam. Модель называется Combo. Помимо двух камер, здесь есть Wi-Fi-модуль, благодаря которому с помощью телефона мы можем управлять данным устройством. Помимо этого, здесь установлена сигнатурная радарная часть, которая отсекает ложные срабатывания. Конечно же, мы сегодня прокатимся по дорогам общего пользования и посмотрим, как детектирует, как отсекает и есть ли эти самые ложные срабатывания. Но это устройство мне лично интересно еще и тем, что по статистике Яндекс.Маркета оно входит в десятку самых продаваемых устройств в России. Давайте же мы, наверное, разберемся, почему оно такое популярное. Ну и первое, что хотелось бы отметить, это очень богатая комплектация. Чтобы вы понимали, тут даже есть поляризационный фильтр, который убирает блики. Кабель для подключения к компьютеру. Зарядное устройство, которое оставляет возможность подключения дополнительных гаджетов. Клипсы для скрытой проводки. Лопатка для прокладки проводов. Площадка с GPS-модулем для крепления устройства на двухстороннем скотче. Питание идет через контактную группу, а крепится за счет магнитов, что позволяет легко устанавливать и снимать регистратор. Далее, камера заднего вида, у которой есть возможность реализовать подключение ассистента парковки. При подключении красного провода к питанию лампочки заднего хода, видим изображение с второй камеры и разметку для более удобной парковки. Помимо этого, есть еще и короткий провод для подключения второй камеры, если вы ее захотите использовать как салонную. Из приятных мелочей мешочек для транспортировки, карт-ридер, салфетка для протирки линзы, дополнительный скотч для установки площадки в другом месте или, если поменяли, лобовое стекло и руководство пользователя. Теперь, что касаемо устройства. Объектив у нас имеет внутреннюю резьбу для установки поляризационного фильтра. Давайте его сразу и установим, а позже покажу его в действии. По поводу кнопок, нажимается все хорошо. Нет никаких западаний, люфтов и так далее. Тут у нас радарная часть. Кстати, очень много отверстий для охлаждения процессора, что, на мой взгляд, является огромным плюсом. Помимо этого, здесь нет аккумулятора, лишь конденсатор, что очень хорошо, если вы живете, где бывают сильные морозы или сильная жара. От этих перепадов у вас не вздуется и не лопнет аккумулятор. А значит, устройство прослужит гораздо дольше. Снизу также мы видим с вами разъем под microSD карты памяти до 64 гигабайт, а на обратной стороне 3-дюймовый IPS-дисплей. Давайте подключим питание и посмотрим, как это все выглядит. На мой взгляд, очень удобно, что все ваши настройки отображаются на дисплее. То есть, если у вас какая-то настройка вас не устраивает, вы можете сразу это увидеть и ее отключить. Также, немаловажно, здесь есть вот такой вот датчик движения. Если мы проведем рукой, мы можем либо автоприглушение включить или отключить. Для чего это делается? Если у вас ребенок в салоне, а вы запустили автомобиль и поехали, и начинают вам сигнализировать о тех или иных камерах, вы можете просто провести вот так рукой и не надо лазить на стройках, отвлекаться от дороги, у вас будет уже приглушение работать, и ребенка таким образом вы не разбудите. Давайте, наверное, зайдем в настройки, посмотрим, что же мы можем здесь настроить. Первое, это, конечно же, громкость, то есть оповещение, вот этого сигнализирования и так далее. Следующее, это режим Нодара. Какой мы включить? Можно сигнатурный, город 1, город 2 или трасса. Порог трассы, порог город, порог сигнатурный. Что это значит? Когда мы выбираем вот здесь, допустим, 60 км в час, то уведомлять нас о камерах до 60 км в час будет только на дисплее. Никаких сигнальных моментов, то есть там песчание и так далее, не будет. То есть это, опять же, делается для вашего удобства. Вы можете поставить маленькую скорость, и тогда будет на маленьких скоростях даже сигнализировать. Ну, бывает, знаете, стоишь на светофоре, и постоянно он тебе пищит. Чтоб такого не было, и, допустим, вы едете по трассе 60, но вы 100% не нарушаете. По трассе там 90, да, можно ехать. Вы можете здесь выставить 90, до 90 у вас будет тотальная тишина, только на дисплее отображаться. Это вот такие вот настройки. Дальше, автоприглушение. Включить, выключить, мы можем его жестом это сделать. Дальше, X-диапазон, K-диапазон, то есть настроить каждый диапазон по отдельности. Далее, максимальная скорость. Это при превышении данной скорости устройство будет вам сигнализировать голосом о том, что нужно сбросить скорость. Превышение скорости. Это параметр, на какую скорость вы можете превышать. То есть, допустим, едете, к примеру, 75 до 75, у вас как бы не будет вам говорить о том, что вы превышаете, сбрасываете скорость. При 76 км в час, опять же, устройство будет говорить, что вы нарушаете. Звук радара при ПОИ. ПОИ это пользовательские установки. То есть, если вы ездите где-то, допустим, яма, лежачий полицейский, вы можете отметить точечку, и вам тоже об этом будет сигнализировать по вашим точкам. Дистанция оповещения автоматическая. Вы можете выставить в авто. Это в зависимости от вашей скорости. Чем больше скорость, тем заблаговременней вас оповестит. Я поставлю авторежим. Дальше. GPS включить-выключить. Калибровку GPS выполнить, если такая нужна. Компас отображать на дисплей или не отображать. Состояние GPS. Удалить точки пользователя. Контроль остановки. Сейчас очень много камер поставили на контроль. Полосы, контроль остановки, контроль различных вот этих вот. Грузовой контроль, видеонаблюдение. То есть, вы можете это все включить, и вас об этих всех камерах будет, конечно же, оповещать. Это вот что касаемо, так скажем, радарной части настройки. Теперь давайте, наверное, перейдем, посмотрим настройки видеорегистратора. Здесь у нас разрешение выбрать 1920 на 1080, 30 кадров в секунду. Это максимальное, что мы можем. Цикл записи поставлю одну минуту. Чувствительность G-сенсора, это он же датчик удара. То есть, поставим слабый, потому что если на какую-то ямку сильную попадете, тоже будет защищать файлы от перезаписи. Датчик движения. То есть, если мы его включим, то когда машина заглушена перед автомобилем, если происходит какое-то движение, автоматически включается устройство, производит съемку, после как движение заканчивается, выключается. Запись звука включить-выключить. Запись маршрута включить. То есть, он записывает по GPS точкам. Но для того, чтобы посмотреть этот маршрут, нужно будет скачивать отдельный плеер. Это вот все, что касаемо настройки видеорегистратора. Дальше. Теперь, что самого устройства настройки, так скажем. Здесь мы, значит, включить-выключить Wi-Fi можем, чтобы подключиться с помощью телефона. Это мы сделаем чуть позже, потому что если мы сейчас включим, у нас на дисплее будет отображать постоянно точку доступа и пароль. Дальше. Настроить дату и время. Частота сети. Дальше. Яркость дисплея. Отключение дисплея. Можно сделать, чтобы он у вас не светился, только будет включаться, когда там происходят какие-то моменты. Там камеру проезжаете или еще что-то, чтобы не смотреть на него постоянно. Дальше. Заставка. Включить-выключить. Звук кнопок. Включить-выключить. Штамп даты и времени. Госномер. Вбить можно. Это, кстати, очень полезная функция. Сейчас в некоторых моментах требуется, чтобы был ваш именно госномер. И можно включить-выключить штамп скорости. То есть на всех видеофайлах будет госномер отображен и ваша скорость. Чувствительность жестов. Вот как раз настроить, который я вам говорил. И часовой пояс. Дальше. У нас язык, на котором будет все в меню и так далее. Форматирование карты памяти. Сброс настроек до заводских. Ну и системную информацию по прошивке и так далее и тому подобное. Для того, чтобы с помощью телефона подключиться к устройству, нам нужно открыть камеру на телефоне. Открыть 33-ю страницу руководства пользователя. Навести на QR-код. И переходим на официальный сайт Daocam. Кстати, ссылочку на него оставлю в описании для вашего удобства. Здесь мы с вами видим, какие сейчас прошивки устройств. Прошивки бас-камер. GPS-плеер, который отображает путь вашей, куда вы ездили и так далее. Инструкция. И вот iOS и Android. Значит, заходим и скачиваем, собственно, само приложение. Заходим в настройки. Переходим в раздел последний. И выбираем Wi-Fi. Включить. Теперь у нас с вами на дисплее появилась точка доступа. И, собственно, наш пароль. Берем обратно телефон. И заходим в Wi-Fi сети. Подключаемся к Wi-Fi сети. И вводим пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Подключить. Теперь переходим в приложение. И нажимаем кнопку подключить устройство. Все. Мы с вами наблюдаем все, что у нас происходит на видеорегистраторе. Мы можем также переключаться между камерами. То есть вот это вот у меня задняя камера. А вот это у меня основная камера. Помимо этого мы можем включать-отключать запись звука. Просто отключать-включать запись. Здесь мы с вами видим дату и время. Можем сделать полноформатный режим. То есть на весь дисплей смотреть. Хорошая, кстати, очень картинка. Мне нравится. Так, помимо этого мы можем с вами зайти в файлы. Здесь посмотреть, что мы уже отсняли. Какие видеофайлы. Скачать их на телефон. Отправить там другу на мессенджер или еще куда-то. Обновление устройства стало еще более комфортно. Теперь вам не нужно искать какие-то флешки, компьютеры и так далее. Вы просто заходите вот сюда. Обновление устройства. Дальше вы видите обновление ПО. Обновление бас-камер. И обновление радара. То есть если вы отправляетесь в какое-то путешествие, вы можете просто зайти в приложение, соединить его с устройством и обновить все нужные параметры. Помимо этого мы можем и полностью настроить устройство с помощью телефона. Видите, здесь разрешение, время записи, датчик движения, включить-выключить, настроить его чувствительность. G-сенсор, он же датчик удара, включить, настроить, частоту, громкость и экспозицию. То есть вы видите, очень в приложении все интуитивно понятно, просто и действительно сделано качественно. Что, конечно же, не может не радовать. К сожалению, не все понимают, для чего нужен поляризационный фильтр. Как вы видите, сейчас идет блик от торпеды у меня на видеорегистраторе. То есть она вот здесь вот бликует и такой вот идет как полоса. Давайте для наглядности мы еще добавим инструкцию на торпеду. И мы с вами видим вообще очень сильный засвет. Конечно же, когда будет ехать машина вот в этой области, номера будут хуже читаться на видеофайле. Но мы берем с вами, просто поворачиваем поляризационный фильтр. Крутим, 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 крутим. Хобочки, вот находим то положение, когда полностью засветы ушли. И мы с вами видим четкую картинку. Нет никакого красного отображения торпеды, нет никакой инструкции. И, соответственно, номера на видеофайлах будут читаться еще лучше. А вот теперь давайте повернем обратно. Хоп, у нас проявляется и инструкция, и красная торпеда. Вот для чего нужен поляризационный фильтр. Ну и пока мы с вами едем, смотрим дневную и ночную съемку, хотел рассказать немножко про технические характеристики. Процессор здесь у нас установлен M-Star 8339. А матрица от компании Sony IMX307. Дисплей, как уже говорил ранее, это 3-дюймовый APS матрица с разрешением 640 на 360. Угол обзора 170 градусов, а максимальное разрешение видео 1920 на 1080. 30 кадров секунду. Карта памяти microSD от 8 до 64 гигабайт. Радар-детектор у нас выполнен как патч-антенна. Навигационная система у нас здесь GPS и GLONASS модуль. И с возможностью оповещения о 14 типах камеры контроля скорости по координатам. Ну и на этом я, наверное, буду прощаться. До встречи в следующем обзоре. Субтитры подогнал «Симон» 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 Муляж радара на 90. Камера на 90. И впереди контроль средней скорости. Начало контроля средней скорости на 90. Начало контроля средней скорости на 90.